К чему готовится людям и украинцам в ближайшие месяцы? Как бы вы, что бы вы посоветовали? Людям обратить внимание на себя и начать то, с чего я начал наш репортаж, с отказов. То есть надо научиться отказываться от многих вещей в современном мире. Отказываться, например, смотреть телевизор, новости там. Но не отказываться смотреть украинцев. Слушать Медведчуков, Ютуб пусть смотрят, там информативно. Отказываться от вредной еды, отказываться от непроизводительного труда, отказываться от общения с пустыми людьми, отказываться от холодильника. В общем, от многих вещей им придется отказаться. За это они приобретут возможность получить какие-то... Если даже вы пенсионер, ну делайте эти 10 тысяч шагов вокруг дома. Но ограничьте свою еду, и это поможет вам выжить. Потому что иначе вы будете тратить деньги на лекарства и на вредную еду. То же самое происходит с бизнесом. Не бойтесь отказываться от старого бизнеса. Не хватайтесь за старые стены. Сосредоточьте все внимание на новом бизнесе. Смотрите, кто зарабатывает. Если вам непонятно, это крипта, вам надо этим заняться. Если вам непонятно новый бизнес, как летают по телеграмму, вам надо этим заняться. Если вам вообще непонятен бизнес, но там зарабатывают деньги, вам надо это заняться. Самое главное, не сидите в своих чуланах, на складах и не ждите. Ничего не придет. Уже помощи ни от кого не ждите. А самое главное, людям надо посмотреть, не ждите никакой помощи от государства. Ее не будет. Будет болтовня президента, болтовня премьер-министра, обещание что-то дать кому-то. Но как выяснится, именно вы это и не получите. Ваши соседи это не получат. И вы не найдете человека, который это получил. Как мне говорят, ну все же уже получили 5, 7, 9. Я говорю, покажите мне этого чудесного человека. Если я со своими миллионами не могу получить кредит в 100 тысяч в банке «Приват», потому что я не подхожу по критериям 5, 7, 9. Вы не подходите? Я не подхожу. Со своим состоянием. Я состояние. Более того, «Приватбанк» занимает у меня два помещения, они платят мне аренду. И кредит вам не дают? Я говорю, вот эту аренду можете и забирать, а в залог эти помещения. И кредит мне не дают. Потому что, знаете, по какому критерию? Они сказали, вы уже полностью подходите, вам 60. И? Все. И меня похоронили. Поразит. Вам 60. У них, понимаете, нормативы Национального банка устарели. Финмон устарел для нашей страны. Нам надо сейчас убрать немножко Финмон. Нам надо поджать банк, чтобы... Банки должны работать свободнее. Банки должны выдавать кредиты свободнее. А для этого они уже снизили процентную ставку. Еще надо снижать. А главное заставлять банки выдавать деньги. Контролировать этот процесс. Чтобы они выдавали кредиты под залог. Они же под залог не дают. У людей есть куча имущества и нет денег. Они сидят на этом имуществе, но нет возможности производить.